За время пандемии в Алтайском крае проведено более 60 тысяч экстренных и неотложных операций. Экстренное и плановое лечение не останавливалось ни в районах, ни в городских медучреждениях. Наибольшее количество экстренных операций проводят врачи Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи. К ним поступают пациенты со всего региона в состоянии разной степени сложности. За последние месяцы одной недели у нас только через операционный блок прошло больных более тысяч. Из них очень много высокотехнологических операций. Потому что эти больные, вот мы сейчас находимся под дверьми операционной, поступающие с летней политравмой, они нуждаются в высокотехнологичных операциях. Помощь сразу оказана, а затем с этими больными уже работают более пристально. Отметим, что перед плановой операции все больные сначала поступают в специальный больничный изолятор, где проходит обследование на коронавирус. Случай подтверждения инфекции таким больным операции проводят с усиленными мерами защиты. Хирурги и медсестры облачаются в комбинезоны, маски, экраны в полном соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Больной поступает специально выделенный в больнице диагностический изолятор. Это достаточно большое такое общее отделение, где в первые сутки пребывания локализуются все поступившие пациенты. За ними происходит наблюдение со стороны и врачей профильных отделений. Они же оказывают им экстренную, если необходимо, профильную помощь хирургическую. Выделен и закреплен персонал средний и младший для работы именно в этом изоляторе. За время пандемии в регионе помимо 60 тысяч операций пролечено почти 200 тысяч пациентов в стационарах. Более 7 миллионов раз пациенты обратились в поликлиники Края. Разумеется, в связи с пандемией медучреждения Края испытывают серьезную нагрузку, которая не может не отразиться на работе. Но работа продолжается. Константин Ганов, Денис Кузменко, Новости.